Берем такое число. Корень четвертой степени плюс 2, плюс корень из 3. Плюс корень четвертой степени плюс 2, минус 2. Обозначаем при А. А если писать корень пятой степени, то это будет В. А если писать корень н степени, то это будет С. Задача. Найти многочлен с целыми коэффициентами, корень которого будет, соответственно, А, БЦ. То есть понять, какое можно написать уравнение, ну, алгебрячные коэффициенты, это целые числа, там, в 10, в тишине, плюс, минус, умножить, с таким корнем. Поскольку 2, минус 2, минус 2, минус 2, минус 2, минус 2, минус, это минус, то можно эту сумму записать в таком виде. И теперь зададим себе такой вопрос, что можно челюсть величины х плюс 1х выразить величину х в степени n плюс 1х в степени n. Давайте посмотрим, какие формы. Давайте вот эту величину мы обозначим у с манером я, а это у 1, а это у 1. Если y умножить на х плюс 1х, то у нас получается такое замечательное выражение. х в степени n плюс 1х делить на х в степени n умножается на х плюс 1х. Это и есть х в степени n плюс 1х делить на х в степени n плюс 1х делить на х в степени n плюс 1х. У нас есть очень простая фигуретная формула для выражения очередного y через предыдущие и предыдущие. Но давайте конкретно решим задачу для чисел 4 и 5. Смотрите, y второе это y первое в квадрате минус 2. То есть это y первое в квадрате минус 2 и еще минус 2. Там квадраты были. Да, конечно. То есть это y первое в четвертой минус 4y первое в квадрате плюс 4 минус 2, то есть плюс 2. Замечательно. Какое это имеет отношение к нашей задаче? А вот такое. Если в качестве y первого взять число а, то y четвертое это будет число 4. То есть мы получаем такое уравнение. А в четвертой степени минус 4а квадрат плюс 2. Ну и окончательно. На а такое уравнение. А в четвертой минус 4а квадрат плюс 2. Ну, с пятеркой немного тяжелее, но тем не менее справимся. Для этого понятно, что нужно. Сначала надо посчитать y третье. y третье, вот по этой нашей формуле, это y второе умножить на x плюс 1, на x-овое минус y первое. y второе, мы помним, это y первое в квадрате минус 2 умножим y первое, делаем это и есть, и минус y первое. Значит, получается y первое в кубе минус 3y первое. Ну, недолго осталось. y пятая, это есть y четвертое умножить на y первое минус y третье. y четвертое мы знаем, это y первое в квадрате минус 4y первое в квадрате плюс 2. Это надо умножить на y первое. И вычистить от сюда и в третье, вычистить y первое, значит, в кубе прибавить 3y первое, окончательно получаем. И, э, ну сейчас, а в кубе прибавиться. Сейчас, а теперь я, там первое в четвертое, вот в самом начале. В четвертой, да. Теперь стало право минус 4y. Александр Силевич? Да. А что такое x? Число y это x плюс 1x Так, x к чему равен? А, ну, x это вот это корень вменной степени Это единица, где у меня есть Ну, теперь давайте соображаем Значит, у нас, опять-таки, если взять 5, то это число b, а y в 5 будет 4 Значит, у нас получается для числа b такой ответ b в пятой линии минус 5b в кроме плюс 5b в минус 4 Замечательно, опять-таки, вопрос Когда вы это еще учили? Ну, я сказал, что вот эту задачу на самом деле Что называется, в разных видах вы уже несколько раз в жизни учили Вопрос, когда? Ну, во-первых, в учебниках алгега, там, восьмого, девятого, десятого класса Вот это преобразование рассказывают на образ x плюс 1x Может быть, помните, есть такое понятие Возвратное уравнение Когда у вас, да, уравнение читается слева направо, так же, как справа направо, да, процент Вот тогда надо поделить на x в половине степени Вот такие преобразования нет Но есть более важная штука, более важная ситуация, когда это все делается Знаменитая конструкция То есть так, как я это сейчас рассказал Это некоторая странная, регурентная штука Совершенно непонятно, в общем, кому надо Была ли в вашей жизни ситуация, когда похуже формулы возникали? Молодец, молодец Уравнение с заменой какой? С тем какой Нет? Когда в трехноветии Господа, давайте я напомню, что такое многочленный чешок Выражение косинус n-фин через косинус n-фин Для того, чтобы понять, нужно написать следующее Посмотрите, косинус n-фин плюс косинус n-фин Раскрываем по формуле Это будет косинус n-фин, косинус фин минус синус n-фин Итак, плюс косинус n-фин плюс синус n-фин Вот эти синусы исчезли И здесь получилось два косинуса n-фин А теперь давайте обозначим вот эту причину z-n плюс фин А вот эту – z-n-фин А вот эту причину обозначили z-фин, а эту – z-fин И у нас получается такое регулярное соотношение z-n-фин – это два z-фин умножить на z-n-фин Посмотрите, пожалуйста, на соотношение z-фин Помните о том стихе? В чем отличие? В том, что x плюс 1x – это величина не меньшая двойки по модулю, когда есть вещественное число, правильно? А наоборот, когда мы здесь берете косинус, то вот эта величина будет по модулю меньше, потому что… Это всего лишь соответствует тому, что в тригонометре вот этот самый x надо взять комплексным числом Давайте попытаемся Если мы хотим, чтобы x плюс 1x – это были два косинуса x плюс 1x – это два косинуса На самом деле, как подгадаться В качестве x, разумно, можно подать короненький, а можно и просто подгадаться Эти, кто знает, новые косинусы числа Взять косинус ве плюс и синус ве Очень просто, потому что когда делишь, то обменяется знак умнимой части И, значит, у нас величина x – это просто-напросто точка для величины окружности Взять косинус ве плюс и синус ве Значит, вот эта вот теория вот этих вот подстановок и так далее Это в точности теория того, как выражается косинус N фи через косинус N фи Понятно? Ну, а это уже очень интересно У этих вот конченов Чебышов есть много свойств